А перед началом этого ролика я задам один небольшой вопрос. Скажи, тебе нравится находить алмазы в Майнкрафте? К сожалению, в Майнкрафте не так много редких ресурсов. Поэтому мы сделали свою собственную игрушку. Эпик Майн. Установи Эпик Майн по ссылке в описании. И уже сегодня ты найдешь свое первое сокровище в заброшенной шахте. В Эпик Майн ты сможешь собрать свою собственную коллекцию редких кирок. Добраться до центра земли и узнать, что же такое спрятано в сундуке богов. Ссылка на игру в описании. Всем привет, ребята, с вами Нюкем. Я сегодня был в школе, и знаете, что мне ребята сказали? Что у нашего местного деревенского миллионера новая тачка. Вот его коттедж. Я думаю, они меня не обманули, мои друзья со школы. И сейчас мы ее увидим. Ничего себе! Это что, она что ли? Офигеть! Это же, это же Маруся! Версия Б2! Вы же знали, вы же знали такую? Я у друга в телефоне играл в игрушку такую, асфальт называется. И там у него такая же была. Только та была компьютерная, это настоящее! Блин, я не верю, что в реальной жизни такие бывают. Вот, с этой стороны даже лучше видно. Эх, почему же она за стеклом? Вот бы поближе подойти, посмотреть. Даже, не надеюсь, но может и потрогать. Какая крутая тачка! Вот бы мне такую! Хотя, откуда у меня обычного школьника такая машина появится? Эх! Ну, ну может мистер Джонс, это если что, наш миллионер. Он, он даст мне хотя бы, хоть поближе постоять, сфоткаться, на аватарку там поставить. Ух, тогда, здрасте. Ух, тогда девчонки мне обзавидуются. Все, все со мной будут дружить. Даже те, кто меня не любит. Ну ничего, сейчас подкорвули здесь его, может, может повезет. Он же, наверное, добрый человек. Вот тут буду стоять и ждать. Хоть целый день. Ой, мистер Джонс, здравствуйте! Какое совпадение? Вы меня, конечно, не знаете, скорее всего. А я вас больш... Я ваш большой... Ой, даже заикаюсь. Я ваш большой фанат. Вы меня, случайно, не видели тут? Че тебе надо? Можно вот я к вам обращусь с одной небольшой просьбой? Пожалуйста, разочек, хотя бы один кружочек вокруг дома на вашей новой Маруси. Я вам ее потом отмою до блеска. Я вам ее всю неделю буду мыть. Бесплатно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Можно? Ты че с ума сошел? Ха-ха-ха-ха. Вали отсюда. Плебей. Фу. Доброго дня, сэр. Ох, эти ж эти богатеи. Ммм. Совершенно никакого студа и совести. Что трудно было. Хотя, ладно, сам виноват. Хотел же всего лишь чисто для силфака попросить сфоткаться. Вот ведь что-то говорится. Нет, ребята, наглость это не второе счастье. Это не счастье, скорее. Вот был бы поскромнее, я думаю, он бы меня послушал. Эх, вот что ж за дела такие, вон даже дождь пошел. Ой, ну может, может кто-нибудь у меня услышит. Пусть хотя бы дождь кончится. Ха-ха-ха-ха. Ничего. Ой. Мамочки. Вы кто, дядя? А почему вы летаете? Ха-ха-ха. Стоп. Смертный. Вы что, джин? Твои мольбы. Да, твои мольбы были услышаны. Нифига себе. Нифига себе. Блин, и что я последнее желание потратил на дождь сраный? А-а-а. Нет. Нет, только не это. Скажите, пожалуйста, что у меня есть еще два. Хоть бы, хоть бы два еще осталось. Да. У тебя было три желания. Первым желанием ты попросил отменить дождь. А-а-а. Ладно, хотя бы два осталось. И у тебя осталось два желания. Эм. Эм. Ага. И что? Я могу их загадать? Да. Загадывай, чего хочешь, смертный. Я хочу, я хочу миллиард долларов и быть бессмертным. Вот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Губенку раскатал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В обмен на такие запросы нужны соответствующие дары. Я же не просто так, Джин. Вот моя наглость. Постоянно меня подводит. Простите меня, пожалуйста, что я такой наглёжник. Но можно тогда хоть чуть поскромнее? Ладно, желание загадаю. Я хочу... Ладно, загадывай. Вот такую же машину, как у этого буржуя. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Этот миллионер Мистер Джонс. Я ему, конечно, нагрубил. Но я думаю, я тоже заслуживаю такую тачку. Мистер Джин, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что? Ну хорошо. Вы согласны? Я выполню твоё желание. Вот только и тебе придётся ради него поработать. Да. Ничего себе! Вы мне дадите такую тачку? Ух ты! Я тогда на всё согласен. Давайте, давайте, давайте. Что мне делать? В этом местности собралось много негативной энергии. У многих людей здесь не совершаются. Их желания мелкие из-за того, что Джонс всех давит. Исполни их мелкие просьбы. И тогда я помогу тебе обрести такую тачку. А как вы её сделаете? Вы её, что, из воздуха же творите? Я Джин! Увидишь сам! А чего вы смеётесь так сильно? И так странно? Да. Ну просто так как ты... Уши, извини меня за правду. Человек не особо высокого статуса. Хоть в духовном, хоть в реальном мире. Я не смогу просто так щёлкнуть пальцами и сотворить машину из ничего. Ну так и знал, так и знал. Что, вы мне пранкуете, что ли? Тебе придётся немного... Но я дарую тебе шанс получить эту машину. Я уже сказал о бедах жителей окружающей местности. Так вот. Каждый из жителей в этой местности выдаст тебе нужный ингредиент. Вот их список. Собери их все. И тогда я покажу тебе, как выполнить твоё желание. Окей. Ну что, ты согласен? Ну а что, мне остаётся? Конечно, мистер Джин, я использую этот шанс. Спасибо вам большое. Ну что ж, позовёшь меня, когда будешь готов. А пока... До встречи. Окей. Так, надо... Ой, пропал куда-то. Ну ладно, это же Джин. Так, ребята, давайте почитаем. Что же он тут нам написал? Чего? Это какая-то схема? Ладно. Что мне нужно? Блок редстоуна. Золотой слиток. Эээ... Стальной слиток. Ага, оранжевый краситель. И стекло. А, это шифры с букв? А, а вот это схема, как нужно выложить эти ингредиенты, чтобы, походу, получилась эта машина? Ничего себе! Получается, Джин научил меня делать такую тачку? Так, ну ладно, он сказал, что мне нужно помочь жителям, а то мало ли что не получится. Окей, всё, тогда пойдём по порядку. Вот, я около дворецка, вот с него и начнём. Он мой старый знакомый. Я думаю, смогу чему-нибудь помочь. Здравствуйте, дядь дворецкий. Как жизнь? О, привет, Нюлкин. Хо-хо-хо-хо. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас вот ходишь туда-сюда, но почему-то заглядываешь очень редко. Впрочем, это частная собственность. Нечего тебе сюда заглядывать. Ну, сейчас я буквально спрошу у вас о вашем самочувствии и так далее, и убегу, вы не беспокойтесь. Ну, я что хотел спросить, может вам чем-нибудь помочь? О, да, о, да, хозяин, хозяин, на меня очень зол, я где-то потерял золотой шлем, и я не знаю, где его найти, я потому что я его лично и не терял, он потерялся каким-то образом сам. Ничего, 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 не волнуйтесь, я его найду, а что, вы мне за это что-нибудь дадите? Ну, я тебе дам два слитка золота, да, я тебе дам за это два слитка золота. Ого, ого, я понял, я понял, всё будет, всё будет. Так, ребята, ну... Ступай, Нюнкин. Да, 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 счастливо оставаться. Смотрите, так, что было написано, слитки золота, и судя по схеме, да, их как раз нужно две штуки, Джин меня не обманывал. Мне реально полезно помогать этим ребятам. Вот только, блин, где же я достану этот шлем-то его золотой? Ладно, может, потом как-нибудь соображу. Побежали дальше. Так, тут ещё живёт мой друг Дровосек. Точно, побежим к нему. Уж он-то мне поможет, точно. Ну, я ему помогу. Джинджи, что сказал? Нужно помогать людям. Здравствуй, Гришан! Чё, как дела? Ну, привет, Нюкема! Привет тебе, Нюкема! Слушай, можете с чем-нибудь надо помочь? Я только за, я рад. Ну, не знаю, наруби мне Дров, наверное, Дров. Окей, а то ты, видимо, устал. Вон уже, блин, еле дышишь. Сейчас, сейчас всё будет. Ой, как я устал. Загнал меня наш хозяин, загнал прям. Вот, я твой топор возьму, хорошо? Да, да, бери, вот, запор, бери. Так, сейчас. А сколько тебе надо Дров-то? Ну, наверное, штук шестнадцать. Да, штук шестнадцать. Да, штук шестнадцать. Нифига себе! Ну, ладно, ладно, я думаю, справлюсь. Так, уже шесть есть. Ну, это быстро. Быстро дело делается. Скоро будет у меня... Не знаю, что же мне это подарит. Вот интересно. Так, уже десять. Да, Нюкем, не забудь. Чего, чего, чего? Настоящие деревья руб... Нюкем, не забудь. Собственно, деревья рубить нельзя, только корни их подрубать, потому что иначе... Как бы ландшафт. Да, да, да. Меня этому в школе учили, да. Природу надо беречь. Я всё так аккуратно делаю. Вот видите, стоит, да? Упало дерево. Рядом с молодым. Вот я его и срублю. Всё, здорово, я не трогаю. Молодец. Ваша школа, дядь Гриш. Так, вот, последний кусок у меня остаётся. Всё, насобирал. Шестнадцать брёвен. Держите. Оп, и топор ваш. Вот. Вот сюда и повешу. Отлично, отлично. Топор повесь, да. Повесь топор. А в ответ я тебе вот скину... Вот тебе в подарок, вот тебе оранжевый краситель. Ага. У вас спасибо. Уж тебе пригодится. Отлично, дядя Гриша. Спасибо. Не знаю, конечно, зачем, но... Как бы говорится... В общем, спасибо вам огромное. Так, как же там говорится? Под поговорка была такая классная. Ммм... В общем... А, дарённому коню в зубы не смотрят. А дарённому красителю на цвет не смотрят. Так что всё это мы откладываем. Всё. Так, и давайте посмотрим. И точно, смотрите, как раз таки оранжевый краситель мне и был нужен. Замечательно. Так, ну что же. Ну, по-прежнему я не знаю, где достать золотой шлем. Ну и не беда. На... В общем, придумаю потихонечку. Так. А следующий у меня на очереди по помощи... Это... Торговец. Да. Хоть он с меня и дерёт в три, дорога, но ничего. Я думаю, в душе он человек хороший. Здравствуйте, дядя Коля. Как жизнь? О, привет, Нюкин, привет. А жизнь моя не очень, не очень. А... А чё так? А вот хозяин запретил нашему деревенскому народу сюда ходить. И цветы, которые он же приказывает срезать, никто и не покупает. Странный он хозяин, странный. Да, я с вами соглашусь. Ну, может, я как-то могу вам помочь? Конечно, конечно. Хозяин заказал... Мне для полива почему-то бензин привезли. Вот бред, представляешь? Может, он перепутал. Но, знаете, мне не помешает. Может быть. А может, как бы... Да, ну вот... Что, вы мне его подарите? Да, дам я тебе его. Лучше вот... Вот есть бутылочки. Сходи с ними к ближайшему роднику за водичкой. А то мне цветочки поливать уже нечем. Конечно, я бы и без бензина сходил. Но раз вы мне еще и подарок сделаете, да все. Одна нога там, другая здесь. Да. Ой, так, а куда ходить-то? А следуй за голубыми цветами. Они эту воду любят. И там рядом растут в большом количестве. Хорошо. Все, как и сказал. Одна нога здесь, другая там. Я правильно сказал, да? Ага, да. Все. А то у меня плохо с поговорками. Все, давайте. Я скоро буду. Так, ну он сказал по синим цветам идти. Вот. Мне кажется, этот след довольно видный. Заметный и очевидный. Так, ага. Ну вот тут просто море. Странный, конечно, этот миллиардер. Блин, вот богачи. Реально люди непонятные. Но ничего, не мне его судить. Стану богатым. Не боюсь, таким же дурачком буду. А вот ручей. Отлично. И недалеко бежать. Так, только как воду тут зачерпнуть? Может, снизу получится? Так, о, замечательно. Все. Две бутылочки. Отлично. Как из магазина. Свеженькие. Ух, мне бы такую водичку вопить. Но некогда. Надо людям помогать. Видите, какой я бескорыстный помогатор. Ну реально, я иногда и так помогаю. И без обещания, чтобы тачку получить. Честно-честно. Дядь Коля. Все, я вернулся. Вот, держите. Да. Ваша вода. Молодец, Нющин. Давай сюда воду. И вторую воду тоже выкидывай. Да. И я ее соберу. И вот, вот тебе смотри. У меня вот, вот бензин, который мне совершенно не нужен. А ты можешь на погатушке на своем мотороллере устроишь веселый. Ого. Держи, бензин. Спасибо. Огромное вам спасибо. И вот тебе еще. Еще что-то дадите? Давайте. Вот тебе гигантская стеклянная ваза. Вот она. Нифига себе. Гигантская стеклянная ваза. Ну вы просто щедрый человек. Я честно не ожидал. Я, простите, но думал, что вы скряга. Так обычно дерете с меня в три драга. За эти цветочки. Ну так жить-то нужно. Ладно, простите, что думал о вас плохо. Вот скушайте еще яблочко, окей? Держите. Все, я побежал. Спасибо, Нюхин. Спасибо. Удачи. Так, ну все. Я уже ведь помню этот рецепт наизусть буквально. И да! Мне получается вот L сверху нужно одно стекло было. Да еще и бензин получил. Ну супер. Так, чего мне не хватает? Мне... Так, стекло есть. Краситель есть. Так, что там еще получил? Ага, краситель есть. Стекло есть. Не хватает еще стальных слитков. Золотых слитков. И блоков рестована. Так, ну их-то я откуда достану? А, точно! Есть тут у меня в этих краях еще один знакомый. Гребовщик! Ох, мужик он суровый. Но я думаю, что душа у него добрая. Я думаю, чем-нибудь да помогу ему. Так, а сколько мне там нужно? Получается, с редстоуна две штуки и слитков. Ага, по две штуки железных и по две золотых слитков надо. Ну даже не знаю, как к ним обращаться, чтобы по башке не получить. Но ничего. Васян! Дядя Вася, дядя Вася! Здрасте! Здрасте! Привет, привет! Что тебе нужно? Как жизнь? Как жизнь ваша тяжелая? Печально, как всегда. В общем-то, я же гробовщик. От чего мне веселиться? Ну, от чего? Ну, правда. Ну, действительно, ладно. А может, чё-таки, всё-таки, чем-то я могу вам помочь? Как-то облегчить вашу тяжелую жизнь, а? Ну да, ну да. Можешь вот покопать здесь эти... Заболило всё камнями. Камнями можешь их раздолбать. Ага, окей, окей, хорошо, не вопрос. А чё это вы тут копаете? Склеп, что ли, какой-то? Хм. Ну ладно, давайте. Попробуем. Мне не впервой. В смысле, киркой махать, не то, что вы подумали. Так, чё тут? Шутишь? Да, шуточки шучу. Так, ну, я думаю, лучше вглубь, да, копать? Вам же нужна вглубь, да? Да, да. Окей. О, блин, там какой-то скелет! Да, скелет. Как вы работаете так? Так же можно с катушек слететь. Ладно, я же обещал. Ну, копай дальше. Я, я свою работу сделаю до конца. Так, а чё там такое? Ого! Чё я нашёл? Так, ну ладно, я сейчас, главное не орать, чтобы он не подошёл сюда. Это же редстоун! Даже больше, чем надо! Всё, хватаем. Отлично. Ну, впрочем, думаю, жадность это ещё одно плохое качество, от которого мне следует избавиться. Поэтому всё, два взяли. Так, а это что такое? Ну-ка. Ух ты! Золотой шлем! Я, конечно, сомневаюсь, что это тот самый золотой шлем, который потерял дворецкий. Но чем чёрт не жути? Да и... Эй, 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 Нюкен, Нюкен. Чего, 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 чего? Нет? Нет, я тут, я тут всё... Там не ушёл, нет? Вылезаю, вылезаю. Это... Не-не-не, стой, стой, стой. Ты же видел там череп? Череп видел? Да, видел. Я думаю, ты увидел там череп? Достань его, достань его. Окей, сейчас будет. Да, реально, а то с пустыми руками возвращаться как-то не ок. Всё. Я тебе расскажу, зачем мне этот череп. Да. Я, короче, заняла... Не особо хочу знать. Ладно. Да не, всё просто. Меня наняло историческое общество, короче. Здесь кто-то был похоронен давным-давно, тысячи лет назад. Вот. И, короче, было очень им интересно раскопать, раскопать, вот. Ну, хорошо. Я, значит, свою работу сделал. Вот, держите. Тогда череп вам сюда положу. И кирку возвращаю на место законное. Всё. Спасибо вам огромное, что... Ой. Череп всё. Вот. Лежит тут. Больше не буду вам мешать. Всё. Миш, подожди, подожди. О! А чего? Короче, два куска железа тебе. Два куска железа. О! Спасибо! Спасибо вам огромное, Вася. Вы просто бог. Я бы без вас не копал бы могилы. Ладно. До свидания. До свидания. Гуляй, Нюхин. Гуляй. Так. Всё. Получается, у нас есть слитки стали, краситель. У нас есть стекло. Осталось только получить золотые слитки. Так. Ну, всё сходится. По-любому, по-любому дворец, кем мне их и даст. Здрасте, здрасте. А вот снова я. Меня ожидали? О! Нюхин. Хе-хе-хе от Нюхин. Смотрите, смотрите. Как ты делаешь? Да у меня-то хорошо. А у вас сейчас будет ещё лучше. Держите, что я вам нашёл. Фу! Золотой шлем. Хе-хе. Да. Он очень похож на то, что был потерян. Я не знаю. Никто не отличит. Погоди-ка, погоди-ка. Ну, я вам помог? Да, ты мне очень помог. Я поставлю этот шлем на ту же полку, где он стоял. И хозяин, которому на этот шлем надо на самом деле плевать, никогда не догадается, что это совершенно другой шлем. Тем более, он по форме похож. Может быть, из одного века или что-нибудь типа того. Молодец, Слюкин. Спасибо тебе большое. Я же обещал тебе слитки. Вот тебе слитки. Слитки. Целые штуки. Спасибо вам огромное. Слушайте, я даже не знаю, что ей сказать, но спасибо гигантское. Ну, тогда я побежал. Удачи вам. Да, гуляй, Нюкем, гуляй. Отлично, ребята. Мы с вами нашли всё, что нам было нужно. Так, что же дальше? Ну, по идее, мне даже джин не нужен. Ведь у меня есть все ингредиенты, чтобы сделать тачку своей мечты. А давайте и попробуем это сотворить. Так, я помню, что верстак был где-то там. Ага. Ага. Я вот так, вот, всё. Я тут просто очень приспичило меня. Так. Достаем. Достаем нашу схему. И смотрим. Ага. Так, лишь бы джин не спалил. А то он какой-то странный. Прикиньте. Не знаю даже, что-нибудь плохое мне сделает. Что я без него делаю эту тачку. Ну, а коли не получится, тогда я его позову. Вот. Так хоть будешь рассказать. А то, ну реально, что, мне какие-то джинны, что ли, нужны? Я и сам смогу. Всё. Итак, сверху у нас редстоун. Потом идёт стекло, редстоун. Краситель. Золото-краситель. Сталь. Золото-сталь. Всё, запомнил. Итак. Момент истины. Сбоку два редстоуна. Потом вот так вот золото. А тут по бокам сталь. Всё. И остался. Остался последний ингредиент. Это краситель. Не понял. Неужели джинн меня обманул? Почему не получается? Почему его схема не работает? А, зараза. Ой. Дядька. А вы что? Следили за мной? Нет. Я просто знаю, когда моё имя поминают в СУЕ. Что? Решил, что самый хитрый? Сделаешь всё сам. Ну а что? Вы же мне дали схему. Что я дурак, что ли? Да, я тебе дал схему. Но помимо этого я сказал, что я только помогу сделать тебе, Марусю. Так что не так? Почему не работает? А, на это ты потратишь своё последнее желание. Спроси у меня. Что же не так? Подложил, гад. Что же не так с этим рецептом? Хорошо. Давай, говори, что не так. Я скажу. Ты... С чего ты решил, что двух маленьких слитков железа хвор... Точнее, стали. Стали или железо. Ну ты понял, этих самых двух слитков у тебя хватит, чтобы сделать целый автомобиль. Тебе нужны два блока стали. Ай, дурак, мог бы и сам догадаться. Ну ладно, может хоть дадите мне их, а? Куда я с этими слитками пойду? Ну, это интересный вопрос. Лады, бросай слитки на землю. Держите. Вот они. А можете, как в мультике, типа, крибли-крабли. И кидайте мне в голову блоки железа. Шучу. Можно просто на землю положить. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ничего себе, это вы там магию творите? Ого. Кри-бле-кро-бле-бумс. Ого, нифига, вот это волшебство, вот это я понимаю. Ну что, давайте ещё раз попробуем, ребята. Уж на этот раз Джин меня не обманет. Так, по бокам железные блоки. Ага, уже там что-то получается. Классно, вот это уже интересно. Так, по бокам, значит, здесь, ага, краситель. Сверху стекло. И, как вишенка на торте, блоки редстоуна. Да! Офигеть! Получилось! Ну что, ты доволен, Нюхим? Да-да, пойдём посмотрим. Ну-ка, неужели у меня будет своя Маруся? Охренеть, охренеть. Вот это просто сейчас будет бомба. Ну что, вы готовы? Хотя, кого я спрашиваю, ладно. Нифига себе! Охренеть! Пипец! Утренос, богачу! Настоящая Маруся Б2! О май гад, о май гад! Всё, давай, вали. Больше не нужен. Офигеть! Ну что, Нюхим, ты готов утереть нос богачу, который принёс мою лампу в свой дом? Чего? У него ваша лампа? Да, он хотел заставить меня выполнять тысячи его заданий. Ну ладно, сейчас я покатаюсь, потом обсудим. Утрим у нас, Нюхим! Класс, ну да, как... Ага, бензина не хватает, ну ничего, сейчас мы бензина загрузим. Вот. Отлично. Всё, под завязку. Ну чё? Чё, ребята? Вау! И огни работают. Газанём. Офигеть! Жесть! Вот это валит! Офигеть! Пипец! Супер! Просто джик! Я о таком даже не мечтал! Ну-ка! Ну-ка, сейчас в этот поворот войдём. Вау! Нифига себе! Вот это скорость! Так, ух ты! Жесть! Так. Капец она валит, просто дикая бомба. Ну, этому миллиардеру повезло, конечно. Но мне ещё больше повезло. Я-то с неё ни копейки не заплатил. Вау! Офигеть! Дрифт! Как я её люблю! Вот тут остановимся. Сейчас, вот на этом повороте. Да! Ну что, миллиардер? Понял, да? Не один ты тут такой крутой. Ну что, ребята? Вам понравилось? Мне очень понравилось. А прикиньте, я на такой тачке приеду в школу. Ставьте лайк, если хотите, чтобы я это сделал. И если этот видос наберёт, ну не знаю, 10 тысяч лайков, я приеду на этой Маруси Б2 в свою школу! Всё, ребята. А с вами был Нюкем. Надеюсь, вам понравился такой формат видосиков. Всем счастливо, всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.